Пару лет назад этот магазин приносил радость жителям окружающих домов. Удобно, когда под боком товары первой необходимости. Сегодня, иначе как наша беда, его никто не называет. Причина – полуразрушенные стены превратились в логово бомжей. Они там, значит, жгут резину, костры, этот дым, значит, попадает в окна нашего дома. Жить практически невозможно. Взрывают там постоянно, дети плачут, бабульки все, значит. Мы выходим, взрослые люди, пытаемся разогнать, но иногда получается, иногда нет. Заброшенное здание – частная собственность. Однако владелец горе-приюта невидим и неуловим. Регулярное обращение в соответствующие станции безрезультатным. Напротив магазина – контейнерная площадка. Сегодня перед нашим приездом ее прибрали, что происходит редко, уверяют жильцы. Обычно мусоросборник переполнен, а содержимое ветром разносится по округе. Для защиты от досаждающих отходов здесь даже соорудили баррикаду. Все это летит в этот двор. И в этом дворе постоянно, значит, мусор, мухи, значит, антинесанитария. Дети играть не могут, потому что песочник, постоянно песочница в перемешку с мусором. Да и играть на этой площадке особо негде. Сломанные качели – вот и все аттракционы. В подъезды дома не заходят уборщицы, а на придомовую территорию – дворник. Лос, как могут, наводят бабушки-пенсионерки. А вот бороться с оккупировавшими дом голубями им не под силу. Птичий помет уже покрыл всю крышу, а мертвые особи разлагаются на чердаке. Столько развелось голубей, хоть и жалеют. Тут у нас жильцы соседних домов приходят, их прикармливают. Может быть, и в этом вина, но дело в том, что все равно надо как-то бороться с этим. Ну а как, какими силами, мы не знаем, как их нам отвадить с крыши. Помощь здесь способна оказать лишь санэпедслужба. Однако неоднократные обращения туда пока остаются без ответа.